Всем привет! Меня зовут Наталья, и это мой влог, если жизнь после 45-ти. И сегодня я хочу показать вам, как я провожу обычные дни у себя дома, чем я занимаюсь. Ну вот сегодня мой день начался с того, что я сходила в парикмахерскую к своему мастеру и прокрасила корни волос. В общем, освежила свой внешний вид. И сейчас я вожусь на кухне. Я много раз говорила, что делаю пироги, люблю это делать. И поэтому мне пришла идея показать вам. Сам процесс, конечно, я показывать не буду. Я хочу показать вам лишь, что я делаю, в каком количестве я готовлю на свою семью. Сейчас покажу. Вот я уже сделала начинку для пирожков. Это жареная капуста с морковкой, с луком и с томатной пастой. Немножечко. Ну, такая вкусненькая начинка получается. И вот такая начинка у меня еще есть. Это картофельное пюре. И отварила печенку куриным. Обжарила ее потом. Измельчила, обжарила с луком, со сливочным маслом. И уже добавила в картошку пюре. Итак, пирожки у меня будут сегодня с картошкой, с печенкой и с капустой. Больше всего в семье у меня любят пирожки с капустой. Малышня особенно. И вот уже я сделала тесто. Сейчас покажу вам. Я его накрыла. Вот только замесила. Вот такое тесто. В такое количество. Оно должно увеличиваться, как минимум в два раза увеличится. Вот так много я сделала. Потому что я и начинки дома много сделала. И, соответственно, тесто сделала много. Если у меня тесто останется, ну, вдруг не захочу там много пирожков делать с чем-то. Хотя с капустой всегда делаю много. Если тесто остается, я добавляю туда маслица, сахар. И делаю сладкие какие-то булочки. Вдруг, если что-то у меня остается. Ну, вот. Вот так я и ложусь на кухне. Покажу вам, какая сегодня погода. Очень солнечно. У нас небольшой ремонт. Поэтому бардачелло. Вот. В подвале делаем ремонт. Делаем полки, переделываем. У нас подвал сыроватый. И доски периодически нужно менять. Вот. В общем, возимся. Осень вступила в свои права. Осень. Прекрасное время года. Но вот с середины лета где-то. Вот сейчас покажу вам цветы. Вот эти цветочки. С середины лета. И вот до поздней осени они вот так красиво цветут. Вот. У нас огород небольшой. Небольшой. Чуть больше сотки. Возится мама в огороде. В основном. Это роза ее любимая. Вот. Винограда немножко. Надо делать стойки под виноград. Варить. Некому варить. Ну вот немножко винограда есть. Я сделаю потом вино. И в принципе вот так и живу. День у блондинки называется. Пока подходит тесто. Селка орешка. Арахис. Который. Привезла. Из Узбекистана. Смотрю. Тревел блогеров. Вот. Учусь о них. Ну. Действительно. Вот. Наверное мне не хватает. Вы напишите в своих комментариях. Говорят. Что у меня немножко нотные. Видео. Ну то есть. Не динамичные. Мне интересно знать ваше мнение. В принципе. Я снимаю свою жизнь. Какая она есть. Я ничего не придумываю. Что-то специально не разыгрываю. Вот. Может быть. Конечно нужно. Какой-то динамики. Но. Пока я не знаю что добавить. Показываю. Все как есть. Как вот. Как живу. Как хожу. Как общаюсь. Все в своем стиле. Возможно. И не нужно быть похожими на кого-то. Правда? Ну. Напишите в своих комментариях. Мне будет интересно ваше мнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что. Кушать наготовила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пятый час вечера. Вот. Практически целый день на кухне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вечер настал. Сейчас придут родные. Надо кормить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие наши будни. На этом с вами я прощаюсь. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня такое чувство, что я разговариваю сама с собой. Вот когда ты разговариваешь нахожу, создается впечатление, что ты сама себе головой, ты разговариваешь сама с собой. Вот. Хорошо.